Музыка Хрупкая девушка за рулем черного мотоцикла. Ольга Безрукова оседлала двухколесного коня 16 лет назад. Проехала на нем от Мурманска до Владивостока. В экспедиции не впервые, однако год семьи вдохновил на новый проект. Год семьи дорогами России, который поддержали многие регионы. У нас очень большая страна, она очень разная и по природным характеристикам, и по населению. У нас разные национальности, разные народы, разные религии. И хотелось именно вот этот размах показать, насколько мы разнообразны, и что главным объединяющим звеном для всех, наверное, является эта семья и семейные ценности. Больше 20 тысяч километров предстоит проехать отважной девушке. Большое путешествие началось символично в День защиты детей в Чите. В планах посетить 40 регионов нашей страны и в сопровождении мужественных представителей Союза отцов уже проехали более 7 тысяч километров. Ольга Безрукова признается, появились места, которые запали в сердце. Всегда с теплом вспоминаю посещение церкви Покрова на Нерле, это близ города Владимира, потому что я там была второй раз, и это приятное место, но мне кажется, олицетворением такой русского духа. Но не только посмотреть достопримечательности, а еще поддержать многодетные семьи и традиционные ценности. Впрочем, организация «Союз отцов» и создавалась с этой целью – провести глубокие смыслы через всю страну. Путь, по словам девушки, несложный, главное – хорошо подготовить себя и свой транспорт, о котором Ольга может говорить бесконечно. Механическая коробка передач у мотоциклов у всех, поэтому, ну, сейчас какие-то появились, конечно, электрические, но, то есть ты, в принципе, ориентируешься даже по звуку, когда тебе необходимо переключиться, можно не смотреть на приборную доску, ты просто слышишь, где тебе нужно снизить там передачу, где повысить. В парке «Патриот» девушка впервые о своих впечатлениях Ольга Безрукова обязательно расскажет в стихах или в журналистских очерках. А пока благородная цель и любопытство заставляют ее снова и снова заводить мотор и отправляться в путь. Татьяна Верняковская, Артем Иманосов, телекомпания «Одинцова».